Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Какие работы ожидают нас в августе? Первое и главное это сбор и переработка урожая. Также продолжаем ухаживать за огородом, садом, цветником и виноградником. В огороде это прополка, рыхление, окучивание, мульчирование, подкормка и полив, профилактика и обработка от болезней и вредителей, посынкование и прищипка томатов, а еще посадка быстрорастущей зелени и сидератов. О сидератах сняла несколько видео, ссылки оставлю в описании. В августе уже можно начинать планировать посадки на будущий год с учетом севооборота. О севообороте тоже было несколько видео, ссылки аналогично оставлю. В конце августа посмотрю на погоду, может быть уже посажу чеснок. Чеснок всегда сажаю рано и еще не было случая, чтобы чеснок осенью пророс. В цветнике те же работы, что и в огороде, а кроме того, деление, посадка и пересадка многолетников. В саду сбор урожая, борьба с вредителями и болезнями, а также легкая обрезка и удаление корневой поросли. И теперь нужно все эти работы привязать к астрологическому календарю. Благоприятные для посадок и посева дни в августе. 1 августа, 2 до полудня, 5, 6, 10-15, 18, 19, 24, 27-29. Поливать растения лучше в знаках воды – это 5, 6, 14, 15, 23 и 24 августа. Это если не будет жары и засухи. В знаках огня – перекопка, прополка, обрезка, посынкование, обработка от болезней и вредителей. Это 7-9 августа, 16-17, 25 и 26 августа. В знаках воздуха растениям естественно полезны рыхление и окучивание, санитарная обрезка. Это 2-4 августа, 12, 13, 20 и 21 августа. Знаки земли. В эти дни благоприятно поливать и подкармливать растения, а также удалять, например, корневую поросль и обрабатывать растения от вредителей. 1-е, 2-е августа до полудня, 10-е, 11-е, 18-е, 19-е и 20-е до полудня. По астрологическому календарю в августе сбор и переработка урожая, а также сбор овощей и фруктов для длительного хранения. 1-е и 2-е августа до полудня, 5-е, 15-е, 17-е, 21-е, 24-е, 25-е, 28-е, 29-е и 30-е августа. 16-е августа неблагоприятен сбор на хранение. Нежелательно заниматься обработкой, в том числе консервацией, 10-го и 19-го августа. Кто-то скажет, какая чепуха этот ваш астрологический календарь. Ну как Луна, находясь, например, в Козероге, может повлиять на качество засолки огурцов. Но те, кто выбирает благоприятные дни для посадки по астрологическому календарю, почему бы по аналогии не придерживаться благоприятных дней, например, для засолки огурцов. И если сказано, что 10-го августа лучше не солить, то можно в этот день заняться какими-то другими работами. И огурцы не солить. Я, например, 10-го августа точно огурцы солить не буду, хотя бы потому, что норму по засолке огурцов уже выполнила. 2-е августа можно заняться обрезкой старых веток на смородине, крыжовнике и малине. 6-е, 12-е, 20-е и 26-е августа удачным будет деление, посадка и пересадка пионов, хост, лилейников и других многолетников. 11-е августа рекомендуется высаживать смородину и крыжовник. 13-е число – хороший день для выкопки, деления и посева бульбочек, лилей. 24-е августа – отличный день для сбора тыкв, кабачков, патиссонов, арбузов и дыней. 14-е августа – новолуние в августе 8-го числа в 16.50, полнолуние 22-е августа в 15 часов. Убывающая луна с 1-е по 7-е августа и с 23-е по 31-е августа в остальные дни луна растет. И серия очевидная и невероятная. 4-го, 29-го и 30-го августа астрологи рекомендуют собирать грибы. Не забудьте обязательно сходить в лес, а вдруг. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует...